Итак, еще один простой и надежный способ проверить выход радиостанции Предыстория. Вчера, разговаривая в одном из московских ретрансляторов Корреспондент дал мне рапорт, что в ретрансляторе я потихонечку затухаю То есть, как бы, теряется мощность у меня И, значит, вчера сделал проверочку быстренькую, потому что под руками ничего не было Быструю проверочку лампочкой Вот это видео есть, вчера я выкладывал Вот, сегодня взял такой вот прибор Это бывший люксометр, люминометр, я не знаю, то есть мерить освещенность, я так понимаю Вот, прибор очень старый, зеркальный, как вы видите, очень чувствительный Вот, значит, сделал маленькую антенну, вот она Она по салону И сейчас, собственно говоря, я нажму на передачу Вот, и буду продолжать движение и смотреть за прибором Ну, стараться смотреть Вот, пока еду здесь по дворам Сразу объясняю, почему прибор, допустим, в салоне лежит и на ходу Вот, а не, допустим, где-то на парковке и на капоте Вот, поставить его и видеть эту стрелочку, как она отклоняется, когда нажимаю на передачу Потому что, во-первых, в движении антенна может качать Вот, и мы посмотрим, может быть, что-то в ней отходит Вот, это раз Значит, во-вторых, почему в салоне? Потому что в салоне этот прибор, этот прибор сейчас будет чувствителен Во-первых, к излучению антенны И, во-вторых, к излучению кабеля Да, кабель тоже немного излучает Вот И если какие-то дефекты будут проявляться Ну, в кабеле, там, я не знаю, в соединении, там, в антенне То прибор будет реагировать в ту или иную сторону Вот, и мы это сразу заметим Мы не поймем, что у нас неисправно Но мы поймем, что у нас какой-то дефект присутствует Вот, поэтому сейчас я нажму на передачу Так, пока мы стоим на месте Смотрим отклонение Примерно до пятерочки, да? Нам не важно, что это и как Нам важен показометр Вот И начнем движение, будем смотреть Достаточно проехать там, я не знаю, немножко И периодически делать замеры Но я сейчас немножко проеду И, как бы, покажу И уже отключу телефон Буду так сам контролировать, пока еду до работы Так, сейчас мы выруливаем с парковочки И потихонечку поедем Единственное, что надо попытаться мне, наверное, как-то поджать тангенточку Вот, одной рукой Что мы сейчас и сделаем Если получится Так, сори Все Тангенточку мы поджали То есть Индикация у нас есть Я даже не буду смотреть на прибор Я буду смотреть только на Дорогу Вот То есть сейчас влияние предметов Вот мы притормаживаем, смотрим То есть сейчас влияние предметов Которые находятся вокруг Автомашины, там провода на столбах И так далее Оказывают влияние Но не настолько сильное Потому что, еще раз говорю Прибор стоит внутри салона И он улавливает все аномалии Все аномалии От кабеля Излучения кабеля Легкого излучения кабеля Потому что кабель вообще не должен излучать Вот И с самой передающей антенны Вот Поэтому мы особо не замечаем Вот видите То есть как бы Ничего не происходит Я уже довольно таки много проехал Рядом машины стоят И стрелочка По излучению Никуда не отклоняется Вот я там где-то отпускаю сейчас Она ляжет на ноль То есть теперь я дальше Сам потихонечку поеду Буду иногда посматривать Потом выйду Может быть антенну покачаю Это уже когда приеду Вот Но сам смысл должен быть понятен То есть мы сейчас Этим прибором Ловим любые электромагнитные Аномалии То есть которые могут Произойти из-за плохого контакта Обрыва антенны там Ну и так далее То есть может все быть Вот Но у нас ничего не происходит Стрелочка ровная Вот поэтому Антеннофидерное хозяйство Вплоть до выходного блока Кстати радиостанции То есть мощность постоянная Все работает Вот Осталось только проверить Я с собой взял Что я с собой взял Ригэксперт 600 Вот им проверим Антенку сегодня После зимы Ну и собственно Проверка будет этим и закончена Спасибо